Дмитрий Марков Матчи будут проходить в Торонто на льду Эйрон Канада Центра и в Монреале на льду Бейл Центра. Чемпионат станет уже 41-м молодежным турниром под руководством Международной Федерации Хоккей на льду и в нем примут участие 10 национальных молодежных сборных. Это 9 команд, сохранивших место в высшем дивизионе по итогам МЧМ 2016 и молодежная сборная Латвии, поднявшаяся из первого дивизиона. Напомню, что победителем прошлого молодежного чемпионата мира стала сборная Финляндии, Россия заняла второе место и США третье. Также стали известны соперники профессиональной российской сборной по хоккей в группе на чемпионате мира 2017 года. Сборная России сыграет в группе А матчи, которые будут сыграны на самом крупном крытом сооружении Европы Ланкис-Арена в Кельне, рассчитанном на 18,5 тысяч зрителей. Соперником россиян по группе станут команды Латвии, Германии, США, Швеции, Словакии, Италии и Дании. Полуфиналы и финальные игры группы также пройдут в Кельне. Первый этап продажи билетов на чемпионат мира 2017 уже начался. Пакеты билетов на целый день и пакеты на матчи одной команды будут доступны для покупки в ближайшие месяцы. Билеты на отдельные матчи поступят в продажу следующей весной. В чемпионате мира 2016 года сборная России заняла третье место, обыграв команду США со счетом 7-2. Отличились в этом сезоне хоккеисты из Ненецкого автономного округа. В турнире ночной хоккейной лиги команда «Полярные волки» заняла третье место, обыграв команду «Империя» из Рязани. О том, к чему будут готовиться хоккеисты в следующем сезоне, нам расскажет гость нашей программы, президент Федерации хоккея в НАО Протасов Вадим Викторович. Здравствуйте, Вадим. День добрый. Во-первых, можете подробно рассказать, как проходил турнир ночная хоккейная лига, как там наша команда участвовала? Ну, сначала с октября месяца был региональный этап. В региональном этапе первое место заняла команда «Полярных волков». И в финальном этапе, который проходил в Сочи «Полярные волки», заняли третье место, обыграв команду «Империя» из Рязани. А вот сколько игр вообще было? Так, у нас было шесть игр, и мы проиграли одну игру, по-моему, всего. На другой команде? Вот, не помню. А вот еще какие-нибудь значимые события были в этом сезоне? Ну да, вот самый кубок губернатора второе место заняли. Команды приезжали сильные очень. Потому что и на будущий сезон у нас как бы тоже приоритетный остается кубок губернатора. Будем готовиться обязательно. И будем готовиться также к ночной лиге. А вот уже сформировалась сборная, которая будет представлять НАО на кубке губернатора? Конкретно это будет перед кубком. А так-то сама сборная это как бы есть. А перед самим кубком будем уже смотреть, кто в форме, кто не в форме, кто лучше играет. А может будете опять кого-нибудь приглашать? Я так думаю, что будем. Пока еще сами мы пока не тянем. А вот как молодежно у нас дети выступают? Да, кстати, в этом году дети наши ездили на финальный этап в город Сочи. Золотой шайбы. И заняли 23 место среди 50 команд. Ну, я считаю, что достойно. Выступили, потому что там обыгрывали, можно сказать, хоккейные столицы некоторые. Сколько команд у них было вообще соперников? Ну, вообще приехало 53, что ли, команды. Вот заняли 23 место они. Проиграли, по-моему, две игры, если я не ошибаюсь. 8 игр, по-моему, было у них. Две игры проиграли. А вот сейчас занимаются хоккеисты чем-нибудь? Подготовка к чему-нибудь именно после закрытия сезона? Ну, сейчас у нас каникулы хоккейные. 29 июня была последняя заключительная игра. Закрытие сезона. Ну, разделились просто на две команды и играли. И сейчас до 1 сентября, пока перерыв, тренера уехали. Ну, все разъехались. И народу мало стало ходить. Я так думаю, что для пятерых-шестерых человек тренировки нет смысла проводить. А вот как закончилось все-таки закрытие сезона? Какая команда победила? Разделились. Я и забыл, как они команды. Ну, разделились. Играли Восток. Команда Восток. Хоккея, команда. Короче, Восток победил. Вторая команда, я не помню, как их назвали. Ну, просто разделились в конце. А вот какие приоритеты будут оставлены на следующий год? Какие-то, может, уберутся турниры? Какие-то появятся новые? Ну, у нас на местном уровне идет чемпионат, как обычно. Компионат у нас, он длинный. И ночная хоккейная лига. Вот это два основных турнира. А вот в этом году появились какие-нибудь новые хоккеисты у нас? Кандидаты, может, мастера спорта не появляются? Ну, кандидаты, мастера спорта, это надо команде занять какое-то место, чтобы дали разряды. Пока нет. Вот как получить? Какое место? Где надо получить? Ну, в советской системе-то было там, допустим, даже в второй лиге играешь, уже получаешь кандидата, там, мастера спорта. У нас сейчас немножко по-другому все сделано. Вот в ночной лиге можно, допустим, получить первый взрослый разряд, и он будет первый взрослый разряд в ночной хоккейной лиге. Можно получить кандидат в мастера спорта. Это надо призовые места занять. А вот как все-таки у нас развивается хоккей детский? Хоккей? Больше становится детей любителей хоккей или меньше? Ну, сначала сезона-то приходит много, потом потихонечку где-то приходят, уходят, приходят, уходят. Ну, в среднем-то костяк-то есть и ходят, и дети приходят, приходят тренироваться. А вот какие у нас ездят? Насколько спортивных школ в городе? Ну, есть действующие-то одна у нас, получается, труд. А так есть десуша-искатели, старт. В старте тоже занимаются там немного, в десуша-искателе тоже немного занимаются, но они занимаются на открытых площадках, не во дворце. А они выезжают куда-нибудь на соревнования? То есть, или только труд именно ездят? Ну, в основном труд. В прошлом году, в прошлом сезоне ездили искатели, играли в Усинске, они играли. И как у них? Ну, где-то в последнее место держат. А почему именно так? Развитие идет больше в Ледовом дворце, чем в других? Ну, родители, во-первых, естественно, приведут ребенка в зал, чтобы там ей тепло, где тепло, светло, снег чистить не надо. После можно и помыться, и там и тренировка, как бы понятно, будет тренировка или не будет. Ну, на улице, допустим, она может не состояться из-за метеоусловий. А тут все распланировано, условия прекрасные. Поэтому будут водить, всегда будут водить, конечно, в зал. Все, Вадим, спасибо. Это была программа «Спорт 100» и я, ведущий, Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!